Я надеюсь, всем слышно. Сегодня у нас продолжается весеннее учение, Арекши, весеннее учение. И я хотел приветствовать всех представителей монашеской санхи, а также всех моих друзей в Дхарме. Я надеюсь, что вы все пребываете в хорошем здравии. Сегодня у нас 10-й день учений. И сегодня я хотел бы рассказать о 31-м благом Деянии, Кармапа Мекедурджи, а также о 32-м благом Деянии, из автобиографических стихов «Благие Деяния». Наверное, необходимо сказать о структуре этого сочинения. Вы, наверное, ее сами прекрасно знаете. И она состоит из трех частей. Намерение, пробуждение бодхичитты, действие медитации на двух видах бодхичитты. Как Мекедурджи обучался обетов бодхичитты, и здесь мы говорим о третьем разделе. Здесь у нас 7 подразделов. Мы обсудили первый подраздел, как он практиковал 6 совершенств, и так далее. И теперь мы переходим к пятому подразделу, как он действовал в плодотворных и бесплодных ситуациях. И этот раздел делится еще на два подраздела, как он делал то, что принесло плоды, и как он отказался от того, что бесплодно. И здесь мы закончили первую часть, и теперь переходим ко второй. Согласно наставлению Мекедурджи по обучению истории освобождения, которое хранится в его собрании и сочинении, есть небольшой раздел, который связан с этим объяснением, объяснением того, как он отказался от того, что бесплодно. В эти времена упадка, для того, чтобы поддерживать, сохранять и распространять учения Будды, нужно спорить и соперничать, или спорить с живыми существами, которые действуют исключительно, исходя из замрачений, и мы сами должны быть умиротворенными и обузданными в соответствии с учением Будды и стремиться поддержать учения посредством обучения и практики. И, как уже говорилось, порой возникает обстоятельство, когда нам необходимо спорить и соревноваться с обычными живыми существами. И если мы занимаемся такими спорами, нам необходимо, чтобы наши действия, тело речи и ума, были умиротворенными, чтобы наш ум был обузданным. И для того, чтобы хранить учения посредством объяснения и практики, очень важно прикладывать усилия. А также, если у нас есть благие спонсоры, поддерживающие учения, нам необходимо стараться не стремиться обрести спонсоров из зависти к другим. И когда такие спонсоры обеспечивают вас достойными средствами к существованию, монахи испытывают невыносимую зависть. Они будут унижать вас, изгонять вас, говорить о вас плохо и даже причинять вред вашему телу и имуществу. Не исключено, что таким образом возникнет много невзгод. Если даже у вас были с этими людьми хорошие связи, они могут прерваться. и вполне возможно, что такие люди будут поносить вас, будут говорить о вас плохие слова, рассказывать дурные истории. Вплоть до того, что ваши соперники будут причинять вред вашему телу и имуществу. И это очень опасное обстоятельство, это очень опасно, потому что может возникнуть опасность для вашей собственной жизни, а также могут появиться препятствия для вашей моральной дисциплины. В связи с этим, чтобы те, кто установил с вами связь и собрались ради истинной дхармы, не попадали под влияние таких советов, вы должны держаться как можно дальше от таких людей, которые завидуют и соперничают. И если возникают такие большие проблемы, как я уже говорил, необходимо сделать так, чтобы ваши последователи, ученики, не попадали под влияние этих плохих условий, неблагоприятных условий. И для этого необходимо держаться как можно дальше от таких людей, тех, кто завидует и пытается соперничать с вами. Вы должны держаться в местах свободных от девяти оснований злобы, в местах, которые свободны от суеты. И когда мы говорим о девяти основаниях злобы, они следующие. Они причинили мне вред, они причиняют пред и ныне, они и в будущем будут причинять мне вред. Если возникает такое ощущение, то это первые из трех оснований злобы. и здесь главным образом мы рассматриваем себя. Также они могут причинять вред тем, кто дружит со мной или близок к мне, они причиняют вред и в будущем будут причинять вред. И это второй раздел. И таких разделов три. Первый это относительно себя, относительно наших друзей. И третий раздел из этих девяти оснований злобы звучит следующим образом. Они помогли моему врагу. Они и ныне помогают моему врагу. И в будущем будут помогать моему врагу. И таким образом у нас здесь три раздела относительно себя, относительно друзей, относительно врагов. Это девяти оснований злобы. И поэтому необходимо отправиться в уединенное место, которое свободно от этих девяти оснований злобы. Если вы находитесь все еще в этом месте, то тогда у вас не будет возможности заниматься практикой учения, и более того, привязанности гнев вас будут усиливаться, вы будете находиться в тех условиях, когда они приумножаются, и вы не сможете даже спокойно спать по ночам. И поэтому необходимо отправиться в такое место, которое свободно от этих девяти оснований злобы. Также необходимо отказаться от утомительных действий ради свита, друзей, удовольствия, а также крайней роскоши. Бывает так, что мы отправившись в уединенное место, если вы не отказались от привязанности и гнева своему окружению, друзьям, удовольствия и так далее, то они будут продолжать возникать. И поэтому также необходимо отказаться от вещей, которые вызывают привязанность и гнев. Например, ваши спонсоры, которые дают вам необходимые вещи, эти вещи также могут вызывать гнев и привязанность, и те подношения, совершают, могут стать причиной для зависти и привязанности других. И как говорил Будда, необходимо отбросить две крайности, крайность роскоши и излишнего истязания себя и возьмите на себя отвертые обязательства держать свое тело, речь и ум сосредоточен в уединении и вдали отвлекающих факторов, так, чтобы вы могли однонаправленно заниматься практикой добродетели. И это то, о чем необходимо помнить, необходимо стараться усердно практиковать таким образом, как говорится в биографии Микедурзе. И это пятый раздел. Из этих двух разделов, на которые подразделяется пятый раздел, мы сейчас рассматриваем с вами второй раздел. И затем мы рассматриваем тридцать второе благое деяние, как он достиг двух благ благодаря силе, преданности и вере. Тридцать второе благое деяние звучит следующим образом. Я не буду снова повторять структуру этого текста. Это шестой раздел, о котором мы уже говорили выше. И как вы помните, у нас было семь подразделов из семи подразделов. Это шестой подраздел. И тридцать второй стих из этого раздела звучит следующим образом. Этот раздел, как я уже говорил, называется «Как он достиг двух благ благодаря силе преданности или веры?» Я обрел уверенность, что мой гуру, кому я в корне доверял, по своей сути, эти три драгоценности и осознал, что обладает тремя каями и пяти мудростями. В силу этого некоторые обрели чистое видение по отношению ко мне. И это я считаю одним из своих благих деяний. И в прошлый раз я не давал дословного комментария этих четверостишек. Я думаю, что и сейчас было бы не очень удобно начать этим заниматься. Однако же вкратце я скажу, что нам необходимо обнести стопроцентную уверенность в том, что гуру является проявлением трех драгоценностей. И Карамапа здесь говорит об этом. Я обрел уверенность, что мой гуру, которому я верил, по своей сути, это три драгоценности. И у него было четыре коренных учителя. это Санген Нем Ба, Джуму Ча Ши И так далее. У него было четыре коренных учителя, и он понял, что они являются по своей стути тремя драгоценностями. И опираясь на это, я, Микю Доржи, также понял, что эти учителя, являющиеся сущностью трех драгоценностей, вследствие этого, я понял, что другие люди, которые называют себя моими учениками, они обретают чистое видение по отношению ко мне. И это я также считаю одним из своих благих деяний. И здесь довольно трудно давать дословный комментарий этих четверо растейшей. В особенности некоторые сочинения Микю Доржи отличаются тем, что их довольно трудно дословно комментировать. Если у вас нет такой привычки к интерпретации, иногда его изречения нелегко понять. Затем я перехожу к комментарию, к объяснению. И здесь, согласно наставлениям Микю Доржи по обучению истории освобождения, это то сочинение, которое, как я уже говорил, находится в собрании сочинений Кармапы. И в этом сочинении говорится что как я говорил выше, как я уже говорил, необходимо покинуть место, где появляется гнев и привязанность и отправиться в уединенное место, а также наше окружение, богатство и прочие вещи. Должны быть такими вещами, не являющимися основой для появления привязанности и гнева. И наше тело речи ум должны быть свободны от привязанности и гнева. Нам необходимо направить тело речи ум на практику добродетельных деяний на практику учения и для того, чтобы достичь совершенства в своем собственном обязательстве, какие для этого необходимы благоприятные условия, и если мы взяли на себя обязательства заниматься практикой всю жизнь, для того, чтобы довести его до совершенства, довести его до конца, выполнить это устремление, необходимы благоприятные условия, и для того, чтобы они присутствовали, нам необходимо поступать следующим образом. Воспитание достойного ребенка зависит от того, будут ли родители хорошими людьми из хорошей семьи. И в миру это на самом деле так. Для того, чтобы вырос хороший ребенок, многое зависит от того, происходят ли его родители из хорошей семьи. и если это так, то тогда надежда на то, что ребенок вырастет в хорошем более высоко. И если родители из благой семьи, то тогда они получают и лучшее образование, и его поведение лучше, чем у других, оно превосходит других, и ученики, поэтому ученики, которые являются подходящими сосудами, то, насколько их практика очищения и накопления будет верной, зависит от того, встретятся ли они с учителем, который обладает всеми необходимыми характеристиками и качествами или нет. И эффективность накопления очищения восприимчивого ученика зависит от подлинного гуру. Таким образом, благодаря силе добродетели накопления очищения с этим гуру источником прибежища вы должны обрести некоторые качества. Поэтому нам необходимо стремиться к тому, чтобы взять те достоинства и качества, которые находятся в уме учителя, для того, чтобы обрести такие же качества. И метод обретения качеств заключается в том, чтобы понять, что вы подобны самому низкому из прислуги. слуг. И если мы используем этот пример все время, в особенности сейчас в современном обществе, когда нет больше рабовладельческого строя, и многие могут не понять это выражение, однако, когда мы говорим, что мы должны рассматривать себя как самого низкого из лука, или даже рабов, с лука. Смысл этих слов заключается в том, что мы должны рассматривать своего духовного наставника, гуру, как некую драгоценность, неиссякаемый являющийся неиссякаемым источником качеств, тем, что мы стремимся обрести. И если мы возьмем, например, золото или алмаз или бриллиант, если вы обрели такую драгоценность, то такой человек будет рад. Он будет рад тому, что обрел эту драгоценность, и люди, желающие обрести эту драгоценность, отправятся в то место, где ее возможно обрести. И если они будут копать землю, пытаясь найти такую драгоценность, то в конечном итоге они могут преуспеть в этом. И необходимо понимать, что учитель подобен такой драгоценности, а мы, ученики, должны стараться найти благие качества этого учителя. И вы никогда ни днем, ни ночью не должны оставаться неподвижными своими телом, речью и умом, не поддаваться отвлечениям, не позволять своему телу, речи и уму, следует этим отвлечениям. А вместо этого стремиться к добродетельным действиям по развитию добродетельных корней, корней добродетели, таких как 37 факторов просветления в вашем собственном уме. И почему же это так? Почему необходимо поступать таким образом? Чтобы заниматься такой добродетелью, вам нужна устойчивая установка на поиск добродетелей, которую не могут отнять у вас невзгоды. Вы желаете благие качества учителя, которые прибывают в потоке учителя. И для того, чтобы обрести такие же качества, необходимо уметь их взять, необходимо быть радостным в своих действиях для обретения этих благих качеств. Если у вас есть такое отношение, оно быстро созреет как мудрость. радостное устремление, такое радостное устремление, то даже без особых усилий вы сможете практиковать так, чтобы обрести эти благие качества, качества ума вашего учителя. Вы будете знать критическую точку того, станете какая-то добродетель, которую вы совершаете путем или нет. И вам необходимо таким образом взращивать устойчивое стремление к освобождению, а также к обретению качеств, как у учителя. Из-за знания этого критического момента, какую бы дхарму вы ни практиковали, она будет развиваться подобно растущей луне. Такова природа вещей. И как только вас созрела мудрость, какую бы добродетель вы ни практиковали, какую бы дхарму вы ни практиковали, станет ли ваша практика дхарма практикой, станет ли вашей практикой, путем зависит от вашей веры и силой веры. Вы будете заниматься практикой учения Будды, отбрасывать то, что достойно отбросить и принимать то, что достойно принять. мудрость и это не обычная мудрость, как мудрость в разных областях знания. Это особая мудрость. Если она появилась в вашем потоке сознания, вы будете знать, какие добродетельные действия станут путем, а какие нет. и даже если вы занимаетесь практикой какой-то одной дхармы, она будет развиваться подобно растущей луне. Если же вместо этого вы делаете обратное, как некоторые люди наших дней, и немного учитесь первомудрости слушания и созерцания, а затем независимо от того, есть ли у вас разрешение давать посвящение наставлении передачи, вы просто будете знать, как объяснять их другим, то этого недостаточно. Нам необходима устойчивая вера к трём драгоценностям, а также к учителю. Если у нас нет такой мудрости, однако есть небольшие знания от слушания и созерцания, если вы немного занимались изучением учения Будды, однако не практиковали то, что узнали в своем уме, успеха успеха, если вы после краткого обучения думаете, что я знаю это, у меня есть понимание того или иного аспекта учения Будды, у вас может появиться гордыня. и вы получив посвящение и наставление передачи учителя или даже не получив, вы думаете, теперь у меня есть возможность быть учителем среди других людей. Нет ничего, что бывшие нынешние учителя дхармы не могут сделать, чего не могу, не мог бы сделать я. в смысле этого у вас появляется такая гордыня и мы думаем, что я могу делать то же самое, что и учителя прежнего, потому что я изучил тексты и обладаю знаниями и учителей нет большего знания, чем в текстах и вследствие этого возникает гордыня, вы начинаете давать много обещаний, однако вы всего-навсего можете давать объяснение, опираясь на тексты, но это заставляет вас возгордиться и вы думаете, что я буду совершать великие благие деяния, а также если вдруг у вас возникает какой-то спонсор богатый благодетели, то вы начинаете давать много обещаний. я обладаю способностью быть гуру или наставником других людей, и в истории было много учителей, которые были гуру, наставниками и так далее, и вы думаете, что я совершенно такой же человек, как и они, мы ничем не отличаемся, и раньше были учителя, которые обладали знанием и практикой, и они, наверное, были такими же, как и я. Они не сделали ничего, чего не смог бы сделать я, мы не отличаемся, и возникает великая гордыня, и когда появляется много последователей, вы начинаете думать, я построю монастырь, я дам ученикам полномочий, наставления, я построю много статуй, я дам объяснение учений и так далее, и такие люди делают вид, что они совершают множество деяний на благо учения существ, и делая множество таких вещей, собственное восприятие учителя становится нечистым, и его ученикам с чистыми глазами кажется, что они должны поступать именно так, из-за гордыни, а также нечистой мотивации, и затем после этого появляется еще и зависть, так как у учеников отсутствует чистое восприятие, у такого учителя у учеников возникает такое же нечистое восприятие, потому что ученики похожи на своего учителя, и если у учителя есть нечистое видение, то и у учеников возникает нечистое видение, И оно заражает этих учеников, оно распространяется от одного к другому, и вся эта линия преемственности становится такой. И из-за прежней взаимной кармы учители и ученики могут получить какие-то ничтожные приобретения в этой жизни, но на самом деле они усугубляют яд, страдания, а также источников страданий. Они лишь усиливают источники страданий в виде загрязненной кармы и омрачений, и они не могут ослабить омрачение и загрязненную карму. И в этом нет никакой пользы и нет смысла устанавливать такую связь между учеником и учителем. Об этом говорил Гелвага Цамба. Вы должны молиться подлинному гуру, но умолять, как собака и свиня, недостаточно. Если мы обращаемся к учителю с молитвой, он должен обладать совершенными качествами, он должен обладать определенными характеристиками. Нельзя просто обращаться ко всем, подобно собаке и свинье. Нельзя обращаться ко всем, кому вы видите, говоря, я принимаю вас прибежище. Важно, чтобы учитель обладал необходимыми характеристиками, чтобы он в самом деле был учителем. И только тогда можно обращаться к учителю с молитвами. В противном случае не стоит этого делать. То же самое говорится во всех словах Будды. Гуру должен знать, как научить пути к освобождению и всеведению. Он должен обладать всеми необходимыми характеристиками. И мы очень часто используем в тибетском языке слово «лама». И под «лама» подразумевается духовный наставник. И этот наставник должен обладать всеми необходимыми характеристиками, всеми необходимыми качествами. И нам необходимо верно опираться на этого духовного наставника. Иначе, если вы пойдете по ложному пути, то гуру должен обладать силой, мудростью, любви и могущества, которые могут охранить и защитить вас. И поэтому учитель должен быть тем, кто может научить вас пути к освобождению и всеведению. Он сам должен войти на этот путь и должен верно его указывать. Более того, если он сам не вошел на этот путь к освобождению и всеведению, или если он идет по ложному пути, то он не приведет к необходимой цели. И если ученики идут по ложному пути, он должен обладать силой для того, чтобы вернуть этих учеников, вывести их сложных, неправильных путей. Поэтому он должен обладать мудростью, любовью и силой, или могуществом. И для этого вы должны просить того, с кем у вас есть кармическая связь. Если у вас нет кармической связи, то вы не сможете обрести желанных качеств. И в историях прошлого, если вы посмотрите жизнеописание великих учителей, вы увидите, что некоторые из учителей обладали мудростью, любовью и силой, однако у некоторых из учеников не удавалось завязать с ними духовную связь, потому что не было кармической связи. И поэтому вы должны просить того, с кем у вас есть кармическая связь, даровать вам ситхи, которые устраняют неблагоприятные условия для практики дхармы и создадут положительные условия. Однако прися такие ситхи очень часто люди думают, что обращение с просьбой даровать ситхи подобно просьбе получить наследство от своего отца. Они думают, что это что-то, нечто вроде материальной вещи, которую сын может получить в наследство от отца. И сейчас родители пишут наследство, пишут бумагу о наследстве и передают наследство своим детям. И многие думают, что получение ситхи сродни этому. Будто бы ситхи это некая материальная вещь, которую можно передать. И поэтому очень многие думают, что когда мы получаем посвящение, многим кажется, что сегодня я иду получать посвящение и когда учитель произносит слова посвящения, это не самое важное. Они думают, что самым важным являются предметы, например, вазы, которые касаются головы. У нас возникает ощущение, что вот мне дали посвящение, меня коснулись чем-то. и если этого не происходит, если учитель передает учение, произнося много слов, у них не возникает ощущения того, что они получили благословение. И на самом деле самым важным являются слова учителя, которые он произносит, наставления, которые он дает. Если мы можем их правильно понять, то это и есть благословение. Но многие не обладают таким пониманием. им кажется, что учитель что-то им должен дать, что-то передать, или коснуться головы вазы. Даже если нет такой вазы, должен взять какой-то предмет, будь это камень, или телефон, или айпад, или что-либо, и должен коснуться головы ученика этим предметом. И только тогда у ученика возникает мысль, что я получил благословение, и на самом деле получение ситхи вовсе не таково. Ситхи это те добродетельные и благие качества, которые находятся в уме учителя. благие качества, оставление того, что необходимо оставить, и принять то, что необходимо принять. И каким же образом мы можем получить эти качества? точно так же, как гуру выполнял накопление и очищение, ученик должен делать то же самое, чтобы достичь качеств, которые находятся в потоке ума гуру, потому что учитель сам обрел эти благие качества, занимаясь практикой накопления и очищения. И ученики должны практиковать таким же образом для того, чтобы обрести такие же качества. поэтому необходимо следовать по следам учителя в практике, совершая накопление и очищение. И только тогда мы обретем точно такие же качества устранения того, что необходимо устранить и реализации смысла учения. По этой причине, как это делали коренные гуру, которому вы на самом деле следуете и гуру линии преемственности, прежде всего, среди всех буты-батисад вы должны пробуждать бадхичитту и усердно практиковать путь накопления и очищения. Так же, как ваш коренной учитель проявлял усердие в практике очищения и накопления, вы должны думать, что я также буду заниматься этой практикой, и тогда очень скоро вы совершенно спонтанно обретете эти благие качества. Благодаря таким прекрасным действием, вскоре вы пробудитесь к непревзойденному совершенному состоянию Будды, чтобы принести пользу себе и другим. Таким образом, вы обязательно должны понять, какие критические, какие важные моменты существуют, и прилагать усилия. И ученики иногда думают, что учитель должен преодолевать трудности и прилагать усилия для того, чтобы достичь этих качеств, а ученики этого делать не будут. Они думают, что Будды и бодисаттвы, а также гуру чего-то нам задолжали. И многие не желают заниматься практикой, потому что она трудна, и просят, чтобы им даровали что-то. И очень часто последователи думают о том, что пусть этим занимаются Будды, Будды Саттва и Гуру. Но на самом деле очень часто мы говорим, что точно так же, как Татагата предыдущего, то есть здесь говорится о том, что точно так же, как Татагата предыдущего занимались практикой накопления заслуг и очищения завес, точно так же, как они обрели достоинство отвержения и реализации, если мы будем заниматься этой практикой, то мы обретем такие же качества, поэтому мы говорим, точно так же, как Татагаты прошлого занимались практика и так далее. И очень важно знать этот ключевой момент. Когда мы получаем ситхи, когда мы просим ситхи от учителя, учитель не может дать нам какую-то материальную вещь, говоря, что это и есть ситхи. Если бы это было так, то было бы все гораздо проще. К сожалению, это не так. И довольно очевидно, что это не так. Когда мы говорим о благословении, конечно, оно существует, но на самом деле необходимо самим преодолевать трудности, прилагать усилия. Если же мы не совершаем никаких движений, если мы не занимаемся практикой, то мы не сможем обрести эти реализации и благие качества. И это повествование из наставлений Микёдорджи о истории освобождения. В комментарии Сангей Пелдруба о значении говорится, здесь, в стране снегов, в Тибете, в наши дни люди обращаются к сангхи и гуру, которые называют по имени их собственные школы из-за сектанских, сектанских пристрастий. И очень часто люди говорят, что это школа Нигма Кагю, Сакяки, Лук, Джонан и так далее. И существует много школ, имеющих различные названия. И люди причисляют себя к той или иной школе или традиции. И даже если они не знают, как правильно заниматься практикой той или иной школы, они испытывают очень сильную привязанность к этой школе. Они говорят, это мой монастырь, моя сангха и так далее. Если они принадлежат к школе Кагю, они больше верят учителям Кагю. Даже если они встречают учителей других традиций, которые обладают всеми качествами знания и практики, они не воспринимают их серьезно, они не следуют им. И поэтому мирские люди понимают веру и преданность, как привязанность к школе своей семьи, привязанность к своему региону и привязанность к близким отношениям с родителями. Но нам необходима вера, которая согласуется, находится в согласии с учением Будды, потому что такая привязанность не является верой, которая объясняется в учениях Будды и в текстах комментариев. Люди понимают веру, как я уже говорил, как привязанность к своей семье или к своим землякам или к своему региону. Очень часто люди думают, что я происхожу от одних и тех же родителей, и из-за этого они испытывают привязанность, однако называют это верой. И на самом деле то, о чем говорится в буддийских трактатах, это вера совершенно другая, это просто привязанность. И многие говорят, что я верую в учителей Кагио. А почему ты веруешь в учителей Кагио? Потому что я сам принадлежу к этой традиции, и это неверный подход. И очень часто люди не знают об основании, которые приводятся в буддийских трактатах. И очень часто люди думают, что я Кагио, поэтому я верую в учителей Кагио. Если я не буду в них верить, кто в них будет верить? И причиной, почему они верят в учителей Каги, являются лишь принадлежность к этой традиции. И они не посвящают свои сердца и умы тем, кто может подарить прочное освобождение от страданий и доброту, прочного счастья, как будто их вера не выходит за рамки традиции, а их умы не в малейшей степени не обращаются к вере, не обращаются к преданности. И поэтому очень часто у людей нет совершенно чистых логических доводов, которыми они руководствуются в своей вере к тому или иному учителю или к той или иной школе. У них нет доводов, которые бы согласовались с дхармой, согласовались с учением. Владыка Жиме Кёдорджи понимал, что учителя, которым он следовал, исследовал, как если бы он исследовал золото, являются исключительно высшей сущностью драгоценностей и воплощении трех Каи и пяти мудростей совершенных Буд. Как я уже говорил прежде, когда он был мал, у него не было власти. И те, кто его окружали, по всей видимости, не очень хорошие люди из лагеря предыдущего Кармапы, и они говорили ему, о, этот учитель обладает хорошими качествами и необходимо на него опираться. И таким образом они знакомили Кармапу с учителями, которые нравились им стамим и говорили ему, что необходимо получать от них наставление подхарми. Но на самом деле Микёдорджи, одним из главных его учителей, являлся Кармапа Шамарпа. Четвертый Шамарпа. И это тот учитель, который ему очень нравился, однако его окружение не позволило и позволило опираться на него как на духовного наставника. Я буду говорить об этом позднее, не буду сегодня в это вдаваться. Я буду говорить подробнее об отношении восьмого Кармапа и четвертого Шамара. И одним из его основных учителей был Сангенимба. Но когда он был мал, даже если он желал опираться на как на гуру, на учителя Сангенимба, его окружение говорило, что он был слишком скромным и не заслуживающим внимания учителем. И поэтому они не позволили ему опираться на этого учителя, следовать этому учителю как своему гуру. И поэтому у Кармапы были трудности, много трудностей в том, чтобы следовать тем учителям, которым он желал. нам мы очень часто думаем, что Кармапа следовал тем учителям, которым он желал, но на самом деле это не так. Кармапа был очень сметливым, очень умным. И хотя люди давали ему советы, говорили, что делать, он был очень смышленым и он старался поступать так, как он считал правильным. И он сам исследовал этих учителей подобно золоту, которые режут, растирают и плавят для того, чтобы понять его качество и опирался на тех духовных наставников, которым он считал нужным. И он иногда говорил, что я зря опирался на вас как на духовного наставника и отныне я больше не буду следовать вам. Я больше не буду считать вас своим учителем, а вы не и говорят, что сейчас очень много учеников, которые поступают именно таким образом, они говорят, что я больше не считаю вас своим учителем, а вы не считаете больше меня своим учеником. Однако Кармапа не поступал так. Он воспринимал всех своих учителей как истинное воплощение трех кай и пяти мудрости совершенного Будды. И причина, по которой он думал таким образом, заключается в том, что основная деятельность Будд по привлечению нас, обычных людей, а также начинающих на путь к освобождению, осуществляется учителями, которые кажутся такими же людьми, как и мы, имея такой же статус. Они появляются в обычных телах, но обладают всеми характеристиками, которым учат сутры и тантры сугаты, и Микёдарджи глубоко верил в своих учителей. Начинающие, те, кто впервые входят на путь учения Будды, так таких людей необходимо ввести к освобождению. Духовный наставник, а также все Будды и Бодисаттвы главным образом занимаются этой деятельностью. совершают деяния для того, чтобы ввести начинающих по пути к освобождению. И кто же главным образом проявляет эти деяния? Будды не могут появиться перед нами, они не появляются перед нами и не являют эти деяния. кто же появляется перед нами? Кто ведет нас по пути, кто ведет нас по пути, ведущему к полному освобождению? Это духовные наставники, это те, кому мы можем видеть, это те, кому мы воспринимаем как обычных людей, которых мы видим, как людей, подобных нам самим. И хотя они появляются в обычных телах, они обладают всеми характеристиками, которым учил Татагата в своих сутрах и тантрах, И когда мы обретаем уверенность в этом, в том, что эти учителя обладают всеми характеристиками, которыми учил Татагата в сутрах и тантрах, у нас появляется нерушимая вера по отношению к ним, и Микёдарджи обладал такой нерушимой верой своих учителей. И возможно, учителя, которые кажутся обычными людьми, и вполне возможно, что некоторые из этих учителей могут быть проявлениями будь и бодрисат, или на самом деле являются обычными людьми. Обычными людьми они проявлениями будь и бодрисат, в любом случае уверенность в том, что они могут учить дхарме, которая хороша в начале середине и в конце исходит из силы качества деяний трех и пятимудрости будды. Даже если это обычный человек или проявление будды и бодрисат, нет никакой разницы, потому что нам, ученикам, которых необходимо опуздать, они даруют дхарму, которая является благой в начале и в середине и в конце. У них есть способность вести учеников по пути к освобождению. И такая возможность, такая способность возникает из благословений или из деяний будды и бодрисат. Потому что без такого благословения и также проявления деяний будды и бодрисат, учителя не смогут вести учеников по пути к освобождению. Поэтому мы должны понимать, что их способность возникает из этого, Не нарушая своих сострадательных обязательств перед всеми Буддами прошлого и настоящего, Микю Дрожжи вошел в традицию таких учителей и учеников и увеличивал свое накопление и очищение, потому что нет другого пути для распространения буддизма в мире и занятия разумом живых существ деяниями Будды. И такие деяния Будды Бодисаттва происходят вовремя, а не как поезда индийской железной дороги. Когда приходит время обуздать ученика, в это самое время Будды и Бодисаттва даруют свое благословение и проявляют свое сострадание, которое входит в учеников. И, например, это подобно тому, как Божества и Духи входят в тело человека. Когда мы смотрим на такого человека, он ведет себя как на обычный, но когда в него входит Божество, он ведет себя по-другому, его лицо меняется, его движения меняются, он становится совершенно другим. И точно так же Будды и Бодисаттва даруют благословение. И мы не можем видеть, каким образом это благословение входит в учеников. Оно, конечно же, это вхождение в благословение не похоже на то, как Божество или Дух входит в тело человека. Конечно, наверное, у некоторых и есть переживание того, что они обрели такое благословение. Как бы там ни было, даже если такого ощущения нет, когда приходит время, это благословение входит в учеников. И почему это происходит только в это время? Потому что благословение и деяние Будды и Бодисатт входит в учеников для того, чтобы довести учеников до созревания. И для того, чтобы довести учеников до созревания, это должно происходить в необходимый момент. И если у Будды и Бодисатт есть благословение и проявление деяния, то оно происходит именно в тот момент. Иначе в этом нет никакого смысла. И поэтому учитель, который обладает всеми характеристиками, стремится к тому, чтобы привести ученика, являющегося сосудом, до созревания, так, чтобы у него зародилось устремление освободиться из сенсорического бытия. И в это время Будды и Бодисаттвы даруют свое благословение и проявляют деяния. И, как сказано в итоговых стихах, я не буду зачитывать все стихи полностью, в них говорится, царь Нага в озере Анаватапта зависит от владык Нагов, в этом сила и слава владык Нагов. Сиадхарма, который учит Шраваки-победителя, Шраваки Будды, объясняет, используя логические выводы и доводы, возвышает и достигает результатов благодаря силе людей Татага. И, таким образом, вся вода зависит от озера Анаватапта, и вследствие этого влияния воды мира позволяют назревать урожаю, и точно так же, харма, которую учит Шраваки-победителя, позволяет доводить до созревания потоки умов учеников, позволяет избавить их от страданий, и, таким образом, все счастье и польза возникает из Будды, потому что Будда даровал свое учение, опираясь на это учение, учеников, возникли ученики Будды, они, в свою очередь, передавали это учение далее и так далее. И поэтому здесь мы должны видеть причинно-следственную связь между этими явлениями. Если мы пытаемся найти источник учений, мы понимаем, что в конечном итоге он приводит к Будде, и поэтому все учения, которые мы получаем, они берут свое начало от победителя, и будь то коренные учителя или учителя линии преемственности, то, что мы можем их видеть, то, что мы можем слышать их, то, что мы можем получать от них учения, то, что они могут доводить до созревания потоки учеников, то, что у нас появляется хотя бы небольшая вера к трём драгоценностям или небольшое отречение, все это возникает из благословения наших учителей, и вследствие их доброды у нас появляется постижение дхармы, а также переживание дхармы и прочие благие качества. И опираясь на этих учителей, мы обретаем эти благие качества. И на самом деле очень трудно преобразовать поток ума учителя у человека. Если у человека не было раньше сострадания, очень трудно зародить в нём сострадание. Если у него не было отречения, очень трудно зародить в нём отречение. Даже если у нас появляется небольшое отречение, способность зародить, такое небольшое отречение, зависит от доброты учителя, а он же опирается в этом на благословение и сострадание Будды Батизад. И поэтому здесь необходимо, чтобы собрались многие благие условия, многие подходящие благоприятные условия. И когда они собираются вместе, опираясь на их силу, в нашем потоке сознания возникают благие добродетельные устремления, пусть даже и небольшие. И даже то небольшое сострадание, которое мы обладаем, возникает именно таким образом. И лишь поняв это, мы начинаем разуметь, что учитель является сущностью трёх драгоценностей. И это подобно электрической сети. Для того, чтобы протянуть электрическую сеть, необходим провод. Для того, чтобы пришло электричество, нам необходим электрический провод. И таким образом, наш учитель является этим проводником благословения и сострадания Будды Батизад. Давайте здесь сделаем небольшой перерыв. Объяснение. И как я уже говорил прежде, нам необходим учитель, который обладает всеми характеристиками. Ученики должны быть подходящими сосудами. И если есть эти два элемента, то Будды и Батизадвы даруют своё благословение. Это благословение входит в учеников. И такое благословение доводит потоки умов учеников до созревания. И поэтому нам необходимо знать этот ключевой момент. Нам не... Если мы обрели убеждённость в этом ключевом моменте, если у нас есть такое постижение, то у нас появится мудрость. Разовьётся мудрость, которую не смогут украсть обстоятельства. Тогда заслуга, щедрости и прочего, вызванное накоплением такой мудрости, принесёт гораздо больше совершенства накоплений, чем любое другое. Если уже у нас нет такой мудрости, то и наше накопление заслуг не будет таким мощным. И благодаря этому очищаются омрачения собственного нечистого тела, речи и ума. Все эти завесы тела, речи и ума, они будут очищаться быстрее и лучше. Такое очищение будет глубже. Для тех же, чьи корни добродетели пробудились, так же, как и у вас, чистое восприятие друг друга являются природой причины и следствия. например, учитель видит своих учеников посредством этого чистого видения. Точно так же и ученики воспринимают своего учителя посредством такого чистого видения. и как я уже говорил выше, учитель, если он обуин гордыней, то он, то эта гордыня заражает учеников и ученики так же загрязняется гордыней. и тогда оба загрязнены нечистым видением. если же мы воспринимаем учителя с чистым видением, то тогда у нас появляются отречения и прочее. Если учитель обладает таким видением и такими качествами, то они зарождаются и у учеников. И по этой причине ученики, которые являются подходящими сосудами, видят своего учителя посредством этого чистого видения, воспринимают его как мандалы и божеств мандалы. и независимо от того, является ли учитель проявлением Будды или нет, когда очищается видение учеников, они видят это все в чистом видении. И это значит, это является признаком очищения потоков умов учеников. И по этой причине Микёдурджи, владыка Микёдурджи, имел непоколебимую веру в учителей, которые передали ему учение Будды. И как я уже говорил, у него было самых четыре самых важных учителей. И из них самым важным являлся Сангенем Паджутоп. И нет необходимости говорить, что он испытывал совершенно чистую веру по отношению к этому учителю. А также у него была нерушимая вера по отношению к трем драгоценностям Будды и всем своим учителям. И так как у него была эта вера, у него было чистое восприятие и вера по отношению к телу своего учителя, но и даже к статуям, текстам и одеждам, а также даже к монашеским признакам своих учителей, как к их вещам и прочему. он воспринимал их учителя, он испытывал великую веру к учителю и все его действия, а даже земля, на которую ступала нога учителя, он воспринимал все это посредством чистого видения, даже дыхания учителя, он воспринимал это как деяние Будды, и Микёдорджи, его ученики все обладали таким чистым видением, все они обладали такой верой, в особенности я хотел бы особо подчеркнуть роль Сангенимпы. У Микёдорджи была великая вера к Нимпа Джуктабу, к Сангенимпе, и во многих текстах в начале его текстов практически нет ни одного текста, где не было бы написано, в тексте Кармапы не было бы написано «Я склоняюсь или принимаю прибирище в Сангенимпе», когда он писал комментарии к великим трактатам или руководства или устные наставления в начале всех этих сочинений Микёдорджи выражает поклонение своему учителю Сангенимпе или принимает прибирище в нем. И Сангенимпе был удивительным учителем, он отличался от других учителей. В сочинениях Сангенимпе Микёдорджи он иногда выражает свое несогласие с другими учителями, он опровергает их. Например, в одном из комментариев к одному из учителей он опровергает его точку зрения точно так же когда он также выражал к опровергал некоторых точек зрения в сочинениях четвертого Шамарпы но он никогда не поступал так по отношению к наставлениям Сангенимпы он всегда писал, что Сангенимпа говорил так и он считал его высказывания достоверными он считал их самыми главными будь то учения сутры или тантры он всегда цитирует Сангенимпу воспринимал его высказывания как основу заслуживающую доверия и поэтому у Никио Дорджи была великая вера к Сангенимпе и точно так же и Сангенимпа ему я уже говорил о жизнеописании Сангенимпе он был удивительным учителем и если Карма говорил что если произносить имя Сангенимпе то это несет в себе смысл если обращаться к него то молитвы сбываются и так далее он воспринимал его как сущность океана трех драгоценностей Никио Дорджи видел в нем жизненную силу линии практики его преданность не могла быть поколеблена и поэтому какие бы неблагоприятные условия не возникали его вера была непоколебима вера к Сангенимпе была непоколебима и Санген Пальджук говорит в своем комментарии к смыслу он говорит что всякий раз когда кто-нибудь из свиты хоть немножко унижал Сангенимбу или критиковал его или говорил что Сангенимба поступает неправильно он говорил говори что хочешь я уверен что настоящий Будда сангенимбе и по последовательности были люди которые критиковали Сангенимбу когда они говорили это когда они критиковали его Микю Дорджи всегда говорил что бы вы ни говорили для у меня он настоящий Будда Микю Дорджи видел его как истинного Будда у него была совершенная уверенность и убежденность в этом и когда он говорил это он говорил это очень серьезно его взгляд движение его тела становились другими и это был знак того что он обрел убежденность в этом и все его выражение говорило об этом и поэтому даже если мы не слышали других жизнеописаний Кармапы и он говорил что если вы слышите жизнеописания Сангенимбе это большая удача и поэтому мы можем сказать что Микё Дурджи воспринимал Сангенимбу как истинного Будды и ученики которые видели Кармапу для них это было совершенно очевидно и сам Микё Дурджи также говорил об этом у меня нет другого выбора кроме как видеть Сангенимбе как Будду что что я ни думал Сангенимбе является истинным Буддой Микё Дурджи воспринимал Микё Дурджи воспринимал Сангенимбе как драгоценность исполняющих желания которые люди ищут но не могут найти не могут найти если вы взываете к тому кто имеет непрерывную линию ситхов кто обладает реализацией кто принадлежит к золотой линии Кармакаги не чувствуя ни близкого ни далекого присутствия или отсутствия это выявит силу мольбы он может дать вам двое ситх тем у кого есть вера если вы умеете думать кто не мог бы поверить в такого как Сангенимба и поэтому удачливый человек который обращается к Сангенимба он обязательно обретет как высшие так и обычные ситхи поэтому что бы вы не думали если не верит Сангенимбу то в кого же мне верить говорил Кармапа также он говорил следующее «Моя преданность возникла легко и естественно она не пришла из рассмотрения причин Микёдор говорил о том что его вера в Сангенимбу была совершенно неподдельной и возникла без усилий как только он встретил этого учителя его вера и почтение проявились совершенно естественным образом без каких-либо усилий ему не приходилось размышлять что это великий и драгоценный учитель он является в самом деле истинным Буддой чистое восприятие тела речи ума к Гуру всегда проявляется как мандала мудрости и взаимосвязанное с этим и взаимосвязанное с этим у других было чистое восприятие меня таким образом вследствие того что он воспринимал посредством чистого видения своего учителя другие ученики Карамапы также воспринимали его посредством чистого видения и он видел Сангенимбу как едема как медитативное божество как божеств мандалы и так далее и вследствие такого восприятия чистое видение учениками меня возникает из этого и поэтому Карамапа говорил о том что у него была вера и почтение перед Сангенимба которые возникли совершенно без усилий он воспринимал тело речи и ум Сангенимбы как совершенно чистые и вследствие такой взаимозависимости его ученики воспринимали Карамапу его тело речи и ум как совершенно чистые поэтому все ученики которые связаны со мной они тоже видят меня посредством чистого видения и то что у них возникает такое чистое видение зависит не от меня и моих качеств а из-за того что я воспринимал Сангенимба Джуптоба посредством чистого видения посредством и в силу благословения Сангенимбы мои ученики воспринимают меня тоже через чистое видение относительно этого Дрикун Джиктэн Сунггон говорил он совершает действия Будды до предела всего что можно познать в существовании и эти слова до предела всего что можно познать в существовании значит следующее все вещи или явления которые можно познать все эти явления могут быть использованы для того чтобы проявлять деяния Будды таким образом когда мы говорим о деяниях Будды они совершают свои деяния ради блага живых существ нет никаких других деяний Будды все свои деяния Будды совершают для того чтобы принести пользу живым существам говоря о пользе для других живых существ например Будда проявлял свою нирманакаю высшую нирманакаю на благо живых существ мы говорим о самбогакаю нирманакая но когда мы говорим обычно о всеобщеизвестном Будде в форме монаха который появился в нашем мире две с половиной тысячи лет назад он проявился в форме человека в в виде монаха он повернул колесо учений и так далее и все это деяния Будды однако с другой стороны деяния Будды не обязательно проявляются в человеческой форме нет совершенно никакого никакой обязательной необходимости чтобы он проявлялся именно так он может проявляться в различных своих проявлениях и являть деяния Будды на благо живых существ например он может проявиться как животное если мы посмотрим на это проявление мы можем подумать что это животное но на самом деле это истинное проявление Будды и посредством этого проявления он вершит деяние для того чтобы обуздать живых существ он может проявиться и в сухавате чистых землях и в этих чистых землях деревья колышемые ветром произносят звуки дхармы и таким образом Будды проявляются не только в виде одушевленных существ но и в виде неодушевленных вещей являя свои деяния на благо живых существ поэтому мы не можем однозначно сказать что Будда должен проявляться в виде человека он может проявляться и в виде животных в виде гор а также скал домов лесов и прочего и все эти его проявления могут являться деяния на благо живых существ и именно поэтому Джиг Тен Сумгон говорил что он совершал действия Будды до предела всего что можно познать существований и если есть подходящая карма и молитвовое стремление то Будда проявляет свои деяния не только в виде одушевленных существ но и в виде неодушевленных предметов такие как скалы деревья вода реки и так далее он может приносить пользу живым существам в различных своих проявлениях и формах и поэтому очень важно помнить о том что учитель должен быть подобен Сангенимпе а ученики должны подобен Микё Дурджи они должны обладать мудростью которая зыждется на безошибочной мудрости и если вы знаете как смотреть глазами веры сопровождаемой незамутненной мудростью вам не нужно полагаться на отношение созданное путем проверки силой природы вещей возникнет совершенно открытая преданность не мотивированная анализом или исследованием например опытному ювелиру не нужно исследовать драгоценный камень из чистого берила чтобы определить являясь драгоценным камнем они знают что это драгоценность как только видят ее и те кто исследует драгоценные камни обладая большим опытом как только они берут такой камень в руки они сразу осознают его ценность лишь взглянув на этот камень они сразу знают что это драгоценный камень и такому человеку нет необходимости много размышлять видя этот камень он сразу понимает что это драгоценный камень они понимают что это камень который обладает всеми характеристиками и они обладают убежденностью в этом и те у кого есть глаза веры у кого есть мудрость совершенно чистая безошибочная мудрость веры если они если их воззрение совершенно верное то не опираясь на какие-то исследования или анализ они обретают веру искреннюю веру произрастающую из их сердца как я уже говорил другие люди воспринимали Микюдорджи посредством чистого видения и каким же образом они имели чистое восприятие Микюдорджи и Сангей Нимба великий Махаситва до того как он покинул этот мир он сказал Микюдорджи и Микюдорджи опирался на него как на своего учителя только 3 года и Сангей Нимба сказал ему с 18 лет обучай путям трех типов личности начиная с 27 вели учеников по этапам пути преданности гуру и не надо давать слишком много тантрических учений так он говорил Микюдорджи а с 27 лет вели учеников по этапам пути преданности гуру то есть давая им тантрические наставления и руководство и таким образом Сангей Нимба ему говорил что до 27 лет не давая тантрических учений согласно этим наставлениям Микюдорджи начал учить тантрическим учениям только с 27 лет и соответственно он привел десятки тысяч учеников которые могли бы обучаться учениям и развивать реализацию чтобы они приняли обеты против мукши и практиковали любой из двух высших обетов и относительно того какую традицию Микюдорджи передавал традицию против мукши передавал нет ясных исторических источников однако он давал монашеские обеты большому количеству учеников более десяти тысяч учеников и по сей димости он также много передавал тантрические обеты в особенности ученики Микюдорджи получали от него наставления по причину и следствию из-за этого многие отказались от корней чувственных удовольствий в этой жизни земли и имущества прибыли и убытков в бизнесе молочных животных домашнего скота мяса алкоголя доспехов и оружия и посвятили себя практике и они полностью оставили оставили свои мирские владения они не занимались торговлей те же кто был кочевниками они они оставили животных которых обычно доят и так далее так же они всю свою жизнь отказывались от яков лошадей и прочего домашнего скота не принимали мяса алкоголя отказались от доспехов и оружия и это то о чем снова и снова говорил Микё Дорде он говорил о том что ученики многие из его учеников оставили восемь нечистых вещей и Дакхоримбача Дакхоримбача привел цитату из одной из сутр он говорил о том что в будущем у Кармапа будут ученики которые будут свободны от восьми загрязненных мирских вещей и в нашей традиции Каги существует несколько разных списков этих восьми грязных вещей нечистых вещей однако же в одном из комментариев здесь приводится этот список восьми нечистых вещей и одним из исключительных вещей которые перечисляются здесь являются мясо алкоголь доспехи и оружие и монахи должны отказаться от этих вещей но в Тибете ранее были различные конфликты между представителями различных течений буддизма и ламы и монахи становились предводителями войск а монахи иногда становились солдатами в таких конфликтах и у них не было настоящего оружия но некоторые из монахов использовали патры для монашеских подаяний чаши для монашеских подаяний надевали на голову как шлемы и брали монашеские посохи как оружие заматывали свои монашеские накидки вокруг пояса вокруг своей талии и отправлялись воевать во время этих конфликтов и в то время не было огнестрального оружия однако монахам разрешалось носить небольшие ножи для использования и здесь говорится о том что ученики кармапы многие из них отказались от этих восьми восьми загрязненных вещей и многие из них посвятили себе практике сидя со скречными ногами не спя ни в первую ни в последнюю часть ночи они спали сидя не ложась на постели и когда мы легли очень трудно встать а если человек спит сидя то ему очень легко пробудиться потому что для этого надо только раскрыть глаза и поэтому они практиковали не спя ни в первую ни в последнюю часть ночи если же спать лежа то трудно проснуться а даже если проснулся трудно встать и встав необходимо надеть свою одежду если вы спите сидя то даже если засыпаешь после короткого сна очень легко пробуждаешься и сразу же можно заниматься дхармическими действиями делами и эти ученики в самом деле занимались настоящей практикой дхармы и таких учеников у кармава было множество в особенности те кто занимался практикой тайной мантры ваджаяны в учениях тантры говорится о каналах ветрах и каплях и опираясь на опираясь на эту взаимозависимую связь многие из учеников были способны практиковать туму у них вспыхивал психический огонь в котором пылали капли и так далее и то насколько ученики способны зародить чистое видение зависит от того насколько этим чистым видением обладает учитель для того чтобы ученики были совершенно чистыми необходимо чтобы учитель был совершенно чистый иначе это невозможно для того чтобы обрести убежденность ученикам необходимо чтобы они были подходящими сосудами и для этого учитель должен убедиться в этом если ученики не являются достойными сосудами то у них не появится чистого видения по отношению к учителю например если у учителя нет сострадания то это практически невозможно чтобы у учеников тоже появилось сострадание чистота существа ученика зависит того осознаёт ли ученик чистоту существа гуру а это осознание зависит того осознаёт ли сам гуру чистоту существа ученика таким образом если кто-то не применяет должным образом чистое восприятие видения того, что все, что делается гуру, имеющим линию преемственности, постоянно применяющий самая опыт, является превосходным, и все, что он говорит, является авторитетным, он не может получить благословение смешивания вашего ума со своим неразрывно. Например, ученик, который не считает своего гуру сострадательным, не может развить сострадание. И по-настоящему, если ученик не видит, что гуру отказался от этой жизни, зародил отречение, независимо от того, сколько гуру отдал этой жизни и учит дхарме отказа от этой жизни, для этого ученика невозможно реализовать дхарму отказа от этой жизни. И поэтому недостаточно, чтобы ученик, учитель был совершенно чистым. Необходимо, чтобы ученики понимали его чистоту. В их потоках сознания должно зародиться особое переживание, особое ощущение, потому что иначе недостаточно лишь того, что учитель совершенно чист. И поэтому необходимо то, что называется кармическая связь. С некоторыми из учителей у нас может быть кармическая связь, а с другими нет. И если учитель совершенно чистый, то у учеников возникает особая связь с этим учителем. Поэтому кармическая связь часто зависит именно от этого. Если у нас есть кармическая связь, то даже без особых усилий, как только увидишь учителя, увидишь его лик или услышишь его имя, в учениках появляется особая радость, возникает особое восприятие учителя. И это крайне важно. И, например, если человек слеп и никогда не видел океана, и слепые обсуждают до скончания кальпы, что представляет собой радуга, так как они никогда не видели эту радугу, они не смогут передать, что же она собой на самом деле представляет. Они никогда не увидят эту радугу напрямую. И поэтому, если учитель и ученики, продвигающиеся по пути освобождения, сочетают мудрость, основанную на свободную от трех ядов, если их видение согласно, то тогда между ними будет согласие, тогда их размышление будет в полном согласии. И все их действия будут в согласии. И тогда они, даже не совещаясь, будут приходить к одним и тем же решениям, они будут в согласии. Например, если у учителя есть мудрость, есть чистое видение и так далее, ученики будут такими же. Они будут стремиться к состраданию, чистому видению. Они будут считать чистое видение чем-то важным. и совершенно не обсуждая это, они будут приходить к одним и тем же мыслям. Они будут жить в согласии. И наоборот, тот, кто соответствует жадности, будет совершать жадные действия. Те, кто сочетаются в ненависти, накапливают сильную карму ненависти. И бывает так, что учитель, ученики, собравшись вместе, вследствие того, что они согласны в жадности, у них вспыхивает жадность. И если добродетельный человек встречает добродетельных друзей, сила добродетели увеличивается. Злые же люди, встречающиеся со злыми людьми, увеличивают силу злодеяний. Если добродетельные общаются с нечестивым, то тот, кто сильнее, заражает более слабого. Из-за этого критического момента те, кто желает освобождения, должны отказаться от ложных духовных наставников и негативных друзей и вместо этого следовать подлинному гуру и духовным друзьям, считая их более важными, чем их собственная жизнь. поэтому крайне важно отказаться от ложных духовных наставников и негативных духовных друзей, потому что дурные люди влияют на других людей. И сила недобродетели злых или дурных людей, если она больше, она уменьшает добродетельную силу тех, кто их окружает. И добродетели, которые были накоплены прежде, теряют свою силу. И наоборот, даже если у вас нет больших добродетельных накоплений, если вы встречаетесь с человеком, чья добродетель сильна, ваши добродетели, пусть даже небольшие, они усиливаются, они возрастают. Поэтому, если вы видите все качества и действия тела Ричиума такого человека, как владыка Микедурджи, найдутся ученики, которые ищут их, поэтому такие восприимчивые ученики получат их сострадание и благословение. Те, кто видят благое, вследствие такого видения благого возникает чистое восприятие. И вследствие этого появятся и ученики, обладающие таким чистым видением. и вследствие этого в учеников будет входить благословение Будды Бодисаттвы, Будды Бодисаттвы, и все коренные учителя и учителя линии преемственности, а также Будды и Бодисаттвы. Вследствие этого будет проявляться их благословения. И мы, тибетцы, приводим очень часто такой пример. Кольцо веры и крюк сострадания для того, чтобы кого-то захватить со своим состраданием. для Будды Бодисаттв необходимо, чтобы у этого человека было кольцо веры, за которое невозможно зацепить. Таким образом, у такого человека должно быть определенное понимание. И даже если есть крюк сострадания, невозможно захватить человека, невозможно привлечь человека, у которого нет кольца веры. Поэтому, чтобы получить сострадание, чтобы обрести сострадание, Будды Бодисаттвы должны быть тем, кого можно удержать, у кого есть это кольцо веры, за которое может зацепиться крюк сострадания. И поэтому, даже если у Будды есть сострадание, необходимо устойчивое кольцо, крепкое кольцо веры. И только тогда этому крюку сострадание будет за что зацепиться, потому что иначе этот крюк может сорваться, если кольцо недостаточно хорошее, недостаточно крепкое. И поэтому люди иногда говорят, что среди что такие низшие существа как мы сами не являются людьми, которые позволят себе испытать сострадание, поэтому глубо терять надежду и говорить, что Будды и Бодисаттвы не питали к нам сострадание. Из-за того, что мы действуем только таким образом, который не нравится Буддам, мы родились в состоянии, где у нас нет свободного времени, чтобы испытать хотя бы малейшее благо и счастье сострадания Бодисаттвы Бодисаттвы И после того, как я рассказал о всех этих качествах сострадания и прочего Микедорджи когда Микедорджи был жив, некоторые люди говорили среди тех, кто много лет служил этому ламе и среди тех, кто провел годы в сообществах медитирующих ученых, не говоря уже о мыслях о следующей жизни, у большинства от них малейшей совести и приличия для этой жизни. И эти люди говорили о том, что все эти практикующие медитации и ученые, которые изучали тексты, они долго занимались практикой, но у них нет ни малейшего проявления совести или приличия по отношению к этой жизни. Нет ни малейшего проявления совести или приличия по отношению к этой жизни. И среди них не было никого, кто позорил учения Будды или кармапа. у них возможно, безусловно, только они у них не у детей не И таким образом Микё Дорджи, ученики Кармапы, эти люди говорили об учениках Кармапы, что среди них нет настоящих практикующих дхарм, нет, кто в самом деле зародил отречение и так далее. И на это Сангей Палдрук говорил следующее, независимо от того, является ли служителем этого великого существа монахами или домохозяевами, учеными или практикующими медитацию, он будет относиться к ним с добротой как с точки зрения материальных вещей, так и с точки зрения дхармы. Независимо от того, сколько времени они будут с ним, но было много тех, кто действует, чтобы усмирить врагов и помочь друзьям в этой жизни, и которые не имеют ни малейшего интереса к следующей жизни. Вы видели много таких людей, которые нарушают сама и уничтожают учения, и я тоже, но это не вина Микё Дорджи. И ученики из окружения имели прежде накопленную карму, а также своим поведением в этой жизни. Они стремились лишь к тому, чтобы обрести богатство в этой жизни, славу в этой жизни, обрести благополучие в этой жизни. И многие родили лишь об этом, но внешне они делали вид, что они изучают учения Будды или занимаются практикой медитации, и по всей видимости, среди учеников Микё Дорджи были и такие ученики, и их было довольно немало. Видели ли они качество тела речи ума в Микё Дорджи? Нет. И более того, они воспринимали благие качества тела речи ума, кармапы, как некие недостатки. И хотя его достоинства тела речи ума были совершенно прекрасны, они не могли их видеть. И очень часто они думали, что этот лама Микё Дорджи дает какие-то бесполезные наставления. Им казалось, что он... И когда он совершал действия, как-то связанные с политикой или с какими-то мирскими действиями, им казалось, что он очень умен, и что он очень сметлив. Но когда он давал наставления и совершал действия, согласно Дхарме, им казалось, что это бесполезные действия. Это потому, что те ученики, будь то из прошлой кармы и обстоятельств, получить пищу, одежду и славу в этой жизни, и процветание в этой жизни, приходили со словами, что эти действия не имеют смысла, они бесполезны. Но они не видели чистых качеств действия Тедва Ричи и Ума, великих существ, таких как Кармама. Мало того, они видели это как качество, как недостатки. И таким образом, те, кто следует этому учению, а затем меняют себя великими знатоками мира, видят, что Дхарма сосредоточена на этой жизни. Чем больше статуи своей славы они приобретают, тем больше они ведут себя, как журавли или кошки. И те, у кого мало понимания, использовали служение Микёдорджи как оправдание и создавали препятствия для корней его добродетели, они использовали множество способов, чтобы украсть захватителя, попросту попросить все, что ему подносилось с верой, одолжить эти вещи. И если их цели не были достигнуты, они выдвигали беспочвенные объединения в адрес Микёдорджи и его свиты. Те, у кого было еще меньше понимания, следовали за этим великим существом, а затем тратили эту жизнь впустую, отвлекаясь, не имея времени, чтобы привести хотя бы одну мантру ради практики. И это не недостатки этого великого существа. Неважно, сколько Дхарма Будды с ее высшим вкусом, далом Микёдорджи, они не были бы довольны. Точно так же, как собаки и свиньи предпочитают фекалии и мочу, божественному нектару, или как отправляются на драгоценный остров и собирают ядовитую воду, они видят страдания санфары как удовольствие, а чувственные удовольствия, которые подобны яду, подобны нектару и божественным дворцам. И те, кто кажется такими, ранее неправильно относились к таким великим существам, как Микёдорджи, и пережили кармическое созревание страданий в нижних мирах. Их нынешнее поведение похоже на совместимый результат привыкания к недобродетелям. Послезавтра будет 4 мая, и это должен быть в последний день учения, но мы не успеем закончить послезавтра, поэтому давайте добавим еще один день. Поэтому 6 числа у нас будет еще один день учений. Я не буду больше продлевать эти учения. Все говорят, что необходимо завершить эти учения. Меня уже много раз спрашивали, и я думаю, что надо завершить эти учения. И поэтому, если я буду слишком долго продлевать эти учения, для всех это будет довольно трудно. И для меня самого это довольно нелегко. Поэтому 6 мая, это будет последний день этих учений. 4-го же числа я буду говорить о 33-м благовом деянии. И вместе с этим, в связи с этим, я буду говорить о главной статуе Цурпу. Это оставшаяся главная статуя монастыря Цурпу. И там находится статуя Сангенимбы. Она называется Лунгубарнама. И это та статуя, которая была создана в Микюдарже. Я буду рассказывать о удивительных историях об этой статуе. Также я буду говорить о черных пилюлях Кармапы. Они очень ценятся, считаются очень ценными, и я буду рассказывать об этом. И эти пилюли, они очень связаны с Сангенимбой. Сангенимбой говорил Кармапе, что необходимо создать такие пилюли. И именно по этой причине Кармапа создал эти черные пилюли. И также я буду говорить о четырехразовой гуру-йоге, самой главной или самой важной гуру-йоги из всех гуру-йог традиций Кармапаги. И таким образом я буду говорить о статуе, Сангенимбой, говорить о черных пилюлях и о четырехразовой гуру-йоге. И это будут основные темы для моего повествования 4 мая, 6 мая. И это наверное будет не очень просто, потому что у нас немного времени, но я думаю, что 6-го я расскажу о комментариях, которые написал Миккё Дорджен и 4 великих текста. Я хотел было вкратце затронуть эту тему, а также о признании Шамара Кунчо-генлага. Это пятый Шамар по Кунчо-генлагу. Я надеюсь, что 6-го мы сможем завершить, потому что у нас не остается много времени, поэтому 6-го мая я постараюсь закончить. Если мы не закончим 6-го мая, у нас остается одна возможность я дам объяснение оставшегося материала позднее, он не будет уже входить в эти весенние учения, я сделаю запись с объяснениями и понемногу буду выкладывать эти записи так, чтобы слушатели могли послушать эти записи, когда у них будет время, так, чтобы нам не приходилось собираться вместе. и это исключительный подход, так как у нас заканчивается время этих учений, поэтому, возможно, я поступлю таким образом. И, как я уже сказал, 4-го мая будет предпоследний день, а 6-й день это будет заключительный день этих учений. И я закончу объяснение этих двух текстов благих деяний, и он тщательно искал двух сочинений Микё Дорджи, и если останется какой-то материал, помимо этого, который я хотел бы осветить, я, возможно, применю этот подход, о котором говорил, буду выкладывать их в виде аудиозаписей, которые вы сможете послушать, когда вам удобно. Сейчас его святейшинство читает восхваление 21 этары. с американцейм... с американцейм... ... Продолжение следует...